Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях. В Южную Осетию с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации. Александр Новак принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию жилого комплекса. Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне. Президент Алан Гоглоев провел встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком. Югостинская делегация принимает участие в 9-м международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. В Южную Осетию с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак. В первую очередь делегаты направились на улицу Осетинская, где состоялось торжественное открытие нового жилого комплекса. Гостей здесь встретили по осетинской традиции с тремя пирогами и чашей пива. Гостей встречали по древнему осетинскому обычаю с тремя пирогами и чашей пива. По преданию наших предков в Древней Холландии, гость для нас это посланник Бога. Мы вам желаем здоровья крепкого, благополучия и чтобы ваше присутствие всегда было знаменем добра, как сегодня при открытии этого жилого комплекса. Председатель правительства Константин Джусуев поприветствовал делегацию на гостеприимной земле Южной Осетии и выразил им благодарность за приезд в республику. Первый раз посетил нас высокий гость Александр Валентинович на открытие вот такого замечательного комплекса. Спасибо. Спасибо большое за возможность сегодня находиться здесь, в гостеприимном Схенвале, республике Южной Осетии. И это действительно замечательный край, богатый своей природной, ресурсной, классной природой, замечательной, а самое главное людьми. И вот сегодняшнее открытие это для людей, в первую очередь, жилого комплекса, который построен в рамках реализации программы развития республики Южной Осетии. Поздравляю всех, кстати. Далее состоялась церемония ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, который возведен в рамках инвест-программы. В торжественной обстановке была перерезана лента. К строительству жилого комплекса приступили два года назад. Здесь возведено несколько корпусов, всего 225 квартир. Они отличаются большой площадью и удобной планировкой. В комплексе преобладают двухкомнатные квартиры, однако в домах есть трех- и четырехкомнатные квартиры. Квадратные метры будут распределены между очередниками. Гости в сопровождении представителя компании «Стайм-Юг» смогли оценить качество выполненных строителями работ. Сколько здесь метров в однокомнатных квартирах? Однокомнатных около 45. 42-45. Здесь небольшие изменения. Три дома. 40-45 однокомнатных. 60-65 двухкомнатных. 80-85 трех. И у нас пять квартир в четырехкомнатных. Чуть больше спортивных. Газовая печка, отопление. Они усвоены в стену. В стяжке выложены трубокроводы, отрессованы. Схема отработана, работает очень хорошо. Это плюс в эксплуатации и удобство жителям. Каждый поддерживает. Делает точно так. И, в принципе, достаточно безопасно. Это и датчики загазобленности, пожарные датчики. Вице-премьер Александр Новак выразил слова благодарности строителям, подчеркнув высокое качество строительных работ. Спасибо. Спасибо за высокую оценку. Спасибо. Приятно. Что касается благоустройства придомовых территорий, здесь развернуты детские игровые площадки, установлены навесы для отдыха, готово наружное освещение и парковочное место для автомобилей. Сегодня в эксплуатацию были сданы три дома. В будущем году здесь также планируется возвести в рамках инвест-программы еще один 75-квартирный дом. В программе следующего года начало того дома и в 25-м ее сдаче. По инвест-программам социальное жилье у нас начато в 2014 году. С 2014 года по сегодняшний день по инвест-программам сдано порядка 950 квартир, не считая вот этих домов, которые мы сегодня сдаем. И из них по спискам нуждающихся выбелено и распределено порядка 500 человек, получили уже жилье. И на сегодняшний день у нас в Южной Сети списки еще составляют порядка полутора тысяч. И мы очень надеемся, что в ближайшее время здесь люди будут праздновать новоселье, и мы сможем расселить еще 25 семей. Далее заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак пообщался со студентами, которые также принимали участие в открытии комплекса. Я так не скажу, что вы помогали, да, здесь? Ваши устройствами занимаются? Молодцы. Когда закончите, куда работать пойдете? Туда поводим. Надо республику развивать, вкладывать. Мы с Казахстаном Костановичем ехали пока сюда. Он рассказал про очень большое количество проектов, которые тут уже реализуются и планируются реализовывать. И там будут новые рабочие места, которые понадобятся. В завершении мероприятия было сделано памятное фото. Агунда Губозова, Алим БТФ, информационный выпуск. Сегодня. Президент Алан Гоглоев встретился с вице-премером Российской Федерации Александром Новаком, прибывшим в Цхинвал для участия в 22-м заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Южной Осетия и Российской Федерацией. Глава государства выразил надежду на плодотворную работу в рамках Межправительственной комиссии. В ходе встречи президента Алана Гоглоева и вице-премера Российской Федерации Александра Новака обсуждался широкий круг вопросов межгосударственных отношений. Глава государства поблагодарил федерального чиновника за комплексную поддержку Южной Осетии. Мы уверены в том, что в очередной раз результатом работы совместной Межправкомиссии станут мероприятия, направленные на развитие Южной Осетии и повышение благосостояния Южной Осетии. Всегда рады вас видеть в Южной Осетии. И еще раз хочу выразить слова признательности, благодарности, готовь внимание и поддержку, которую вы оказываете Республике и народу Республики Южной Осетии. Вице-премер российского правительства Александр Новак поблагодарил Алана Гоглоева за теплый прием и отметил высокий уровень российско-угасинских отношений стратегического партнерства. В этом году у вас была встреча с президентом России Владимировичем Путином, где мы подробно обсудили перспективы развития политических и экономических отношений между нашими странами. Я, как у себя сопредседатель Межправкомиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества, буду прилагать все усилия для того, чтобы торгово-экономические связи между нашими странами развивались, чтобы содействовать в том числе и социально-экономическому развитию Республики, реализации тех программ, которые намечены. Новак добавил, что ряд проектов по повышению социально-экономического уровня уже обсужден с председателем правительства Южной Осетии Константином Дюсуевым, подчеркнув большие возможности для наращивания экономического потенциала страны. Обсудили ряд новых проектов, которые можно реализовать, которые дадут новые рабочие места, дополнительные поступления. Бюджет, считаю, что есть огромный потенциал для того, чтобы экономика росла и в том числе и улучшалось качество жизни людей, проживающих здесь, живущих здесь, в своей родине. В этом году 15 лет со дня признания России независимости и республики. За это время очень многое сделано, безусловно, но и предстоит многое сделать. Александр Новак заверил Алана Гоглоева в дальнейшей поддержке Южной Осетии со стороны Российской Федерации. Россия всегда поддерживала республику Южной Осетии и будет поддерживать. И мы будем вместе нацелены на их план. Далее встреча продолжилась в закрытом формате. Зариня Кочиева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск. Далее состоялась встреча президента Алана Гоглоева с делегацией Российской Федерации. Южная Осетия является стратегическим союзником России и обеспечением ее безопасности и социально-экономической стабильности отвечает долгосрочным интересам России, отметил в своей речи заместитель председателя правительства Александр Новак. Вице-премьер заявил, что Россия поддерживает развитие связи Южной Осетии с регионами Российской Федерации. Потенциал этих взаимоотношений огромен. В Южной Осетии всегда рады принимать российских коллег, отметил Алана Гоглоев, приветствуя гостей. Между нашими странами сложились прочные дружеские отношения, и мы готовы развивать и укреплять союзнические взаимоотношения, добавил президент. Мне очень приятно отметить, что спустя долгих 4,5 года заседание Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Южной Осетии вновь проводится здесь, в городе Героиц Химвал. Для нас, для югостинской стороны, этот факт чрезвычайно важен, так как Межправкомиссия является важным инструментом взаимодействия и сотрудничества наших стран в социально-экономической сфере. Благодаря этому механизму эффективно решаются конкретные практические задачи в социально-экономической и финансовой бюджетной сферах республики, что способствует повышению благосостояния граждан и достижению относительной стабильности в регионе. Совместная плодотворная работа позволяет улучшать качество жизни граждан Южной Осетии и дает им уверенность в завтрашнем дне, сказал Александр Новак. Спасибо, что нашли возможность показать сегодня отдельные объекты, реализуемые в рамках инвестиционной программы. И рад видеть, что совместная работа, которая выполняется, позволяет улучшать качество жизни граждан Республики и дает им уверенность в завтрашнем дне. Россия и Южная Осетия идут рука об руку, демонстрируют высокий уровень доверия и взаимной поддержки. Южная Осетия – это наш стратегический союзник. Обеспечение ее безопасности и социально-экономической стабильности отвечает долгосрочным интересам Российской Федерации, в том числе в контексте новых геополитических реалий. Сегодня мы наблюдаем становление многополярного и более справедливого мироустройства. И это открывает новые возможности в плане развития национальных производств, торгово-логистических цепочек. В текущей ситуации мы признательны союзникам за солидарность с Россией по специальной военной операции и поддержке ухождения новых субъектов в составе Российской Федерации, включая гуманитарную помощь, направление добровольцев. Еще раз это демонстрирует высочайший уровень духовной близости между нашими странами и народами. Россия поддерживает развитие связи Южной Осетии с регионами Российской Федерации. Потенциал этих взаимоотношений, как отметил Новак, огромен. На сегодня уже действует более двух десятков межрегиональных соглашений. Подчеркну, что Южная Осетия по-прежнему может всецело опираться на поддержку нашей страны в ключевых сферах. Залогом успешного развития Южной Осетии является стабильность внутри и вокруг нее. На международном треке продолжаем содействовать Южной Осетии в расширении внешних контактов, готовы и дальше поддерживать возможные инициативы наших южно-осетинских друзей. Понаращиваем взаимодействие с близкими нам по духу государствами. Главное здесь заинтересовать партнеров реальными проектами. На пленарном заседании МПК стороны обсудят вопросы предоставления России финансовой помощи Южной Осетии, план мероприятий по оптимизации энергообеспечения Южной Осетии, таможенные взаимодействия двух стран. Зарина Кочиева, Арнольд Харебов, информационный выпуск сегодня. Комитет государственной безопасности Южной Осетии призвал население республики сохранять бдительность в связи со сложной общественно-политической ситуацией в Грузии. С учетом сложной общественно-политической ситуации в Грузии, а также актуальными угрозами пограничной безопасности, направленными на создание предпосылок для эскалации напряженности и проведения силами официальных структур иностранных государств и рядом зарубежных общественных организаций различного рода провокаций, призываем граждан республики сохранять бдительность. Особое внимание в КГБ обратили на недопустимость осуществления каких-либо несанкционированных публичных и общественных акций с целью дискредитации органов власти и управления Южной Осетии, а также проводимой властями политики по формированию совместного с Российской Федерацией общего контура безопасности. Считаем, что реализация базовых прав личности, связанных с публичным выражением собственного мнения, а также организация различного рода гражданских акций могут быть осуществлены исключительно в рамках действующего на территории Республики Южная Осетия уголовного и административного законодательства в сфере обеспечения общественно-политической безопасности. Постановлением следователя прокуратуры от 30 ноября 2022 года уголовное дело, возбужденное в отношении гражданки Тамары Меаракишвили, было прекращено по реабилитирующим основаниям за отсутствием состава преступления. Об этом информирует прокуратура Республики Южная Осетия. Тогда же было постановлено возвратить вещественные доказательства удостоверения личности гражданина Грузии и паспорт гражданина Тамары Меаракишвили, о чем она была уведомлена. Более года гражданка Меаракишвили Тамила в прокуратуру не обращается. Вместе с тем ей известно о необходимости явки в прокуратуру для получения указанных документов. Прокуратура Республики Южная Осетия полагает, что подобное недобросовестное поведение гражданки Меаракишвили Тамилы направлено на дискредитацию органов прокуратуры и государственной власти в глазах общественности. В Южной Осетии сегодня отмечают День работника сельского хозяйства. На сегодняшний день развитие сельскохозяйственной сферы приобретает новую динамику. Создается агропромышленный комплекс для обеспечения продовольственной безопасности Республики Южная Осетия и формирования экспертного потенциала, отметил в своем поздравлении глава государства. Цитата. Уверен, что ваше трудолюбие, самоотверженность и преданность своему призванию, помогут преодолеть все трудности и добиться поставленных целей. Желаю вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях. Конец цитаты. Югостинская делегация принимает участие в девятом международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Накануне министры Южной Осетии и Российской Федерации подписали программу сотрудничества на 2024-2026 годы. На полях форума министр культуры Ирада Загоева выступит с докладом на тему «Традиционная культура как фундамент построения цивилизованного общества». Яна Плеева подробнее. Министр культуры Южной Осетии Ирада Загоева принимает участие в девятом международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Уже вчера на площадке форума состалась церемония подписания шести межведомственных документов о сотрудничестве. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписала меморандум о взаимопонимании с Южной Осетией. Ольга Любимова подчеркнула, что на форуме не разделял государства на дружественные и недружественные. Я очень рада, что мы снова имеем возможность встречаться в привычном формате. Мы обсудим опыт взаимодействия с российской культурой и ее влияние на мировую, развитие молодой режиссуры, роль литературы в театре. Кроме того, на полях форума проходят диалоговые мероприятия по трем тематическим направлениям. Познание истории через культуру, искусственный интеллект, угроза или благо для культуры, традиционная культура как фундамент построения цивилизованного общества. По словам министра культуры Рады Загоевой, она выступит с докладом на третью тему. Все соглашения, подписанные в эти дни, будут направлены на содействие дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества между странами в сфере культуры, а именно обмену опытом кинопроизводства, театрального искусства, музейного дела, живописи и музыки. За каждым таким соглашением стоит серьезная работа моих коллег из Министерств культуры и иностранных дел. У нас будет больше гастролей, выставок, нашего участия в кинофестивалях, гостей из разных стран, на международных фестивалях в Российской Федерации, отметила Ольга Любимова на форуме. В этом году форум не просто международный, а форум объединенных культур. Таким названием организаторы подчеркивают отказ от концепции глобального мира, пользу мира многополярного, в котором уважают самобытность народов. Яна Плеева, Оксана Таттаева, информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Чуоева, желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова